Это видео мой субъективный взгляд на маленький клочок земли нашего огромного мира. Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи. Находимся сейчас в Ельцин-центре в Екатеринбурге. И здесь сегодня проходит выставка интернет-экспо. Выставка о интернет-технологиях, о таргетированной рекламе, о распределенных офисах территориально, ну и о прочих таких подобных вещах. Сейчас ее посмотрим. ГАЗ-14, Чайка, служебный автомобиль первого обкома КПСС Бориса Ельцина. Стендов выставочных не очень много, но здесь фишка-то и не в этом. Здесь несколько залов, где идут конференции, где выступают докладчики. Ну и, конечно, ими я не буду вас утомлять, мы просто посмотрим, какие здесь компании представлены. Вот же отсюда я вижу Битрикс, знакомые слова, Манго Офис, Яндекс, ну и тому подобные компании здесь. Здесь находят, видимо, клиентов, заключают договора, контакты налаживают и так далее. Давайте среди всех этих стендов мы все не будем смотреть, отметим только некоторые. Вот это, например, 1С, 1С Битрикс. Он раньше был 1С, сейчас просто Битрикс 24. Видимо, какой-то ребрейдинг произошел у них. Рядом у нас есть Яндекс.Деньги, крупнейшая IT-компания в России. Ну и это Яндекс.Касса, Яндекс.Деньги в частности. Компании по продвижению сайтов. Цена, видимо, будет какое-то открытие, выступление. Ну, конечно же, сейчас, видимо, никуда без VR-технологий не уйти от них. О, этих роботов мы видели полно на Иннокроме. Так они эмулируют какие-то эмоции для того, чтобы с человеком общаться. И выполняют совершенно разные функции. Могут там банковские, как банковские работники. Или еще, например, как-то. Видно, что много сувенирной продукции. Совершенно разноплановой. Даже, можно сказать, шуточной. Это VR-бокс, это для телефона, да? Это даже бездомная такая. Нужна какая-то конкретная модель телефона? Нет, мы можем прям в тех технологиях. Это вот то, что Google из картона продает за 15 долларов, да? Нет, это не картон. Нет, я понимаю, но вот это то, что Google продает за 15 долларов, но это не картон, да? Еще там. Сколько они стоят? Тысяча. Тысяча. Их можно потестировать. Вы их продаете прямо здесь? Да, да. Можно пощупать их? Да, конечно. Где их можно купить у нас в Екатеринбурге? Нет, ну, я вот сейчас могу, но что-то не хочу, хочу почитать сначала. Я такой зануда, поэтому я бы сначала почитал, но если я надумаю, то куда мне идти за ними? Так, ну, тогда вы можете взять маршруру, там как раз есть. Вот она, да? Есть какой-то дилер официальный у вас здесь? Ну, вот это у нас. Угу. Да, то есть это вы. Ясно. Спасибо большое. Вот, а рядом есть технология 3D, такая достаточно старого формата, где разная длина волны на левый, на правый глаз используется. И вот такие вот очки, уже пережиток прошлого. Давайте, давайте знакомимся, как вас зовут. Эгей. Привет. Привет. А я звану еще как-то, да, Бутылов Тимфин. Видеозархват работает. Это Т-1000. Первая модель. Если что, посмотрим левее, там наш мэр Ройзман. Левитель Ройзман. Давайте поаплодить Егорку Кандель-Корнику. Трюк и Сен-Цахер, где-то нужно закончить. Это действительно уникальный человек, очень популярный человек, виден мнений. Это мне хотелось бы верить вон. Вот такая вот выставочка. Ну и на самом деле, главная ее часть, это, конечно же, доклады, выступления докладчиков, мастер-классы и так далее. Я не буду это смотреть, или, по крайней мере, показывать вам точно не буду. Это долго, скучно, лудно. Все. Это был Анисимов Дмитрий и Клуб Интитруктуального туризма. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.